Hello everyone! My name is Alena Ayrmolina and I am an expert in English teaching. Здравствуйте, друзья! Зовут меня Alena Ayrmolina и я эксперт преподавания английского языка онлайн. В этом видео я расскажу вам почему, чем больше вы учите английский язык, тем больше вы в нем запутываетесь. Почему так происходит? Представьте себе человека, который хочет стать жонглером. Он начинает тренироваться с одного предмета, долго подбрасывая его до тех пор, пока не овладеет навыком подбрасывания одного предмета. После он добавляет к себе еще один предмет и еще один и так далее. Все это время за ним следит опытный наставник. Он помогает ему и корректирует его действия. Через некоторое время человек становится жонглером, он становится мастером своего дела и он готов выйти на арену и радовать зрителей. В чем же связь, спросите вы, между умением жонглировать предметами и умением говорить на английском языке? Все очень просто. И то и другое умение приходит к нам только после долгой целенаправленной работы над ним. Как учит английский язык большинство? Каждый день они берут что-то новое, смотрят новый фильм, слушают новую песню, изучают новую главу учебника. Им кажется, что чем больше они выучат на английском языке, тем лучше и качественнее они будут потом на этом языке разговаривать. Нет, не будут. Разочарую вас, уважаемые друзья. Нет никакой связи между тем, что вы знаете и что вы умеете. Чтобы научиться использовать то, что вы знаете, на это необходимо потратить время и силы. Вот вам простой совет упражнения. Начните делать его прямо с сегодняшнего дня и через некоторое время вы заметите, что вы стали намного лучше знать английский язык. С сегодняшнего дня главным словом в изучении английского языка для вас станет качество. Не количество того, что вы выучили, а именно качество того, что вы изучаете. Не гонитесь за количеством. Не нужно учить 100 английских слов в день. Выучите 5, но досконально, со всех сторон. Посмотрите в словаре, послушайте произношение, найдите фразы с этими словами, найдите предложения, составьте по аналогии свои предложения, запишите эти предложения на диктофон, запишите аудио своим голосом, послушайте, сравните, перепишите заново, если вам не понравилось. Снимите видео, посмотрите, как вы выглядите, когда говорите на английском языке. Проделайте все эти манипуляции, не торопитесь, не бегите к следующим словам. Это не принесет вам желаемого результата. Что ж, если вам понравился мой совет упражнения, приступайте к нему прямо сейчас и делитесь им, со своими друзьями, с помощью лайков, репостов и, конечно же, в комментариях задавайте мне вопросы, я буду рада на них ответить. На этом все, спасибо, в следующем видео я расскажу вам еще один маленький секрет изучения разговорного английского языка. Всем пока, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok